SCP-1562 Поскольку опыты в настоящее время приостановлены, доступ осуществляется исключительно с особого одобрения доктора Карвера. Описание. SCP-1562 представляет собой металлическую горку для детских площадок высотой 2,2 метра и длиной 3,4 метра. SCP-1562 был обнаружен на заброшенной детской площадке на окраине после пропажи без вести нескольких детей в этом районе. Аномальные эффекты горки проявляются только тогда, когда человек съезжает по ней головой вперед, лежа на животе руками по швам. Любое другое расположение тела или конечностей не производит такого эффекта. Эффект распространяется только на людей. Когда человек съезжает вниз по SCP-1562 в вышеупомянутой позе, он мгновенно исчезает примерно в 15 сантиметров от конца горки. Никто из исчезнувших таким образом до сих пор не был обнаружен. Попытки использования страховочного троса не принесли результатов, поскольку трос обрывается в момент исчезновения подопытного. Однако связь с подопытным возможна. Смотрите ниже. Аудиопротокол 1562А1 Предисловие. Д-2445 была выдана двусторонняя радиогарнитура для общения с исследователями. Связь была установлена сразу после того, когда исчез из SCP. Начало протокола. Доктор Дарец. Д. Вы меня слышите? Д-2445. Да, доктор, я слышу вас. Доктор, где вы сейчас? Д. Я не знаю. Какой-то очень узкий тоннель. Тут страх как тесно. Может вы меня вытащите отсюда прямо сейчас? Доктор, можете описать тоннель? Д. Нет, тут слишком темно. Я ничего не вижу. И я застрял. Доктор, как застряли? Д. Я лежу на животе головой вперед. Мое тело под углом. Но я нахожусь в каком-то маленьком тоннеле. И я застрял. Вокруг то ли камень, то ли земля. Я не могу поднять голову или двигать руками. И двигаться вперед тоже не могу. Я очень хотел бы, чтобы меня отсюда вынули. Доктор, мы постараемся. Вы что-нибудь видите? Хоть что-то? Д. Нет, я сказал вам. Я ничего не вижу. Я тут немного в шоке. У меня нет клаустрофобии. Но тут пипец как неудобно. Вытяните меня отсюда. Доктор, к сожалению, ваш страховочный трос оборвался. Потому пока мы ищем другой способ вас вытащить. А сейчас просто сохраняйте спокойствие. И продолжайте говорить со мной. Д. Нет, 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 нет. Вы должны вытащить меня прямо сейчас. Я больше не вытерплю. Доктор, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Мы вытащим вас оттуда. Как только сможем. Д. Ладно. Я немного прополз тут вперед. Но натолкнулся на кое-что головой. Доктор, на что натолкнулись? Д. По-моему, это ботинок. Маленький. Боже. Доктор, что случилось? Д. Вытащите меня отсюда, доктор. Вытащите меня отсюда скорее. Доктор, успокойтесь. Мы вытащим вас оттуда, как только сможем. Д. Нет, нужно вытащить меня отсюда прямо сейчас. Ботинок. Он очень маленький. Конец протокола. Связь с Д. Была приостановлена. Исследователи обсуждают возможные методы его спасения. Принято решение отправить второго сотрудника класса Д. Прикрепленного к тросу. С дополнительной видео и аудиозаписывающей аппаратурой. GPS-трекером и налобным фонарем. Связь с Д. Восстановлена. Чтобы сообщить ему о плане. Ауди протокол 1562-2. Начало протокола. Доктор Дарец, вы еще там, Д-2445? Д-2445. Пожалуйста, пожалуйста. Я не хочу здесь больше находиться. Доктор Дарец, мы собираемся отправить кого-то за вами. Д-2445. Он разговаривает. Доктор Дарец, кто там у вас разговаривает? Д. Маленький мальчик разговаривает. Но это не имеет никакого смысла. Доктор, что он говорит? Д. Но он просто спрашивал, где он находится. Я сказал ему, что сам не знаю. Но он вроде на самом деле говорит не со мной. Потому что он мне ответил ломой голос. И он сказал мне перестать плакать. Хотя я пока что плакать не собирался. Доктор, что еще? Он двигается? Д. Вроде нет. Он начал кричать. Я сказал ему заткнуться. Но он просто продолжал кричать и плакать. И маму звать. Потом наконец прекратил. А тут и вы вышли на связь. Пожалуйста, вытащите меня уже. Доктор, хорошо. Мы посылаем за вами человека. Не паникуйте, если услышите или почувствуете кого-то позади вас. Д. Пожалуйста, поторопитесь у меня грудь. Конец протокола. Вскоре после этого по SCP-1652 был спущен D-8600 с вышеперечисленным оборудованием. D-8600 был выбран из-за его маленького роста и худощавого телосложения. В надежде, что он сможет легче двигаться, чем D-2445. Страховочный трос D-8600 оборвался в момент его исчезновения. Сигнал GPS прервался. С D-8600 был установлен радиоконтакт. Аудиопротокол 1562B. Начало протокола. Доктор Дарец. D-8600, вы меня слышите? Д. Слышу, доктор. Доктор, доложите обстановку. Мы ничего не видим на видео. Д. Тут что-то вроде тоннеля или пещеры. Очень темно и тесно. Мой фонарь отключился сразу же. Доктор, вы можете двигаться. Д. Я не могу вытянуть руки вперед, но кое-как заползти могу. Эй, что это? Эй, ты в порядке? Доктор Дарец. D-8600. Д. Наткнулся на чью-то ногу. Не двигается. Эй, ты живой вообще? Доктор, это может быть D-2445. Дэвис, попробуйте восстановить связь с D-2445. Д. По-моему, я слышу и в радио. Я слышу голос Дэвиса. Доктор. Хм. D-2445 не отвечает. И мы не слышим голос Дэвиса по радио с вашей стороны. D-2445. Да, доктор, я слышу вас. Голос D-2445 был немного приглашен, но слышен по радио D-8600. Доктор Дарец. Дэвис, выключи. Я его слышу через D-8600. D-8600. Эй, друг, я раб. D-2445. Я не знаю, какой-то очень узкий тоннель. Тут страх как тесно. Может, вы меня вытащите отсюда прямо сейчас? Доктор. D-2445. Слушайте меня. D-8600 позади вас. И он поможет выбраться. D-2445. Нет, тут слишком темно. Я ничего не вижу. И я застрял. D-8600. Эй, друг, всё путём. Мы знаем, что ты там застрял. И мы вместе отсюда выберемся. D-2445. Я лежу на животе головой вперёд. Мое тело под углом. Но я нахожусь в каком-то маленьком тоннеле. И я застрял. Вокруг то ли камень, то ли земля. Я не могу поднять голову или двигаться руками. Или двигаться вперёд. Тоже не могу. Я очень хотел бы, чтобы меня отсюда вынули. D-8600. Ладно, дружище, всё в порядке. Я попробую освободить руки и взять тебя за лодыжки. Должно получиться тебя отсюда вытянуть. D-2445. Нет, я сказал вам, что я ничего не вижу. Я тут немного в шоке. У меня нету клоустрофобии. Но тут пипец как неудобно. Вытяните меня отсюда. D-8600. Как говорится, мы над этим работаем. Ими же немного. Доктор, D-8600, помолчите-ка. Тут что-то не так. D-2445 просто повторяет всё, что говорил во время нашего первого радиоконтакта. D-2445. Нет, 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 нет. Вы должны вытащить меня прямо сейчас. Я больше не вытерплю. D-8600. Да успокойся ты, всё путём. Доктор, да он просто в шоке. Я уже почти вытянул руки. D-2445. Ладно, я немного прополз тут вперёд. Но наткнулся на кое-что головой. Доктор. Нет, он буквально повторяет свои фразы из того разговора. Слово в слово. Но он на самом деле двигался, когда сказал, что двигался. D-8600. Да нет. Ладно, это всё, конечно, стрёмно. Но вот его лодыжки. Тяните-ка нас наружу. D-2445. Это, по-моему, ботинок. Маленький, боже. D-8600. Доктор, что он несёт вообще? Вы нас тянете? D-2445. Вытяните меня отсюда, доктор. Вытащите меня отсюда скорее. Доктор, мы не можем вас вытащить. Мне жаль. D-2445. Нет, нужно вытащить меня отсюда прямо сейчас. Ботинок, он очень маленький. D-8600. Какого хрена вы несёте? Почему вы не можете нас вытащить? Что это за маленькие ботинки? Что за херня тут происходит, доктор? D-2445. Пожалуйста, я не хочу здесь больше находиться. Доктор Дарец. D-8600. К сожалению, ваш трос оборвался, как только вы исчезли. Мы не знали, что это произойдёт. D-2445. Он разговаривает. D-8600. Бля, ну что ж, буду ползти назад. Правда, этого я с собой тащить не смогу. D-2445. Маленький мальчик разговаривает, но это не имеет никакого смысла. Доктор Дарец. Удача, D-8600. Мы будем поддерживать с вами контакт. D-2445. Он, он просто спрашивал, где он находится. Я сказал ему, что сам не знаю. Но он вроде на самом деле говорит не со мной. Потому что он не ответил на мой голос. И он сказал мне перестать плакать. Пока что я плакать не собирался. D-8600. Было бы неплохо, если бы он уже заткнулся нахрен. D-2445. Вроде нет. Он начал кричать. Я сказал ему заткнуться. Но он продолжил кричать и плакать. И маму звать. Потом, наконец, прекратил. А тут вы вышли на связь. Пожалуйста, вытащите меня уже. D-8600. Да заглохни ты уже, чертов придурок. D-2445. Пожалуйста, поторопитесь. У меня грудь начинает болеть. Доктор. Как продвигаетесь? D-8600. D-8600. По-малу. Тут нелегко. Но продвигаюсь. Тут воздух затклым становится. Я надеюсь, что воздуха хватит на обратный путь. Эй, он наконец заткнулся? Доктор Дарец. Я тоже его больше не слышу. D-8600. И слава богу. Я начинаю думать что-то. Доктор Дарец. Что там? Вы начали думать что? D-8600. Вы меня слышите? Что случилось? Конец протокола. Ответа от D-8600 получено не было. Последующие попытки восстановить радиосвязь с D не увенчались успехом. Опыты были приостановлены на неопределенный срок. Продолжение следует... Продолжение следует...